На портал Экзегет поступил вопрос, почему после исповеди нет облегчения? Вопрос достаточно глубокий, многосторонний. Во-первых, все же не надо искать в исповеди облегчения, то есть все-таки не психотерапия. Исповедь это прощение грехов. Конечно, когда Господь прощает и дает благодать, то бывает легче. Но кто знает, как действует Господь? Может, кому-то он облегчает состояние души, кому-то это бывает не сразу. Но в любом случае надо верить, что Господь простил, что исповедь состоялась, что мы были на таинстве исповеди. И хотя я говорил со священником, но все же каялись перед Богом. На исповеди не бывает, может быть, облегчения, еще и потому, что исповедуясь, мы как будто пытаемся в чем-то себя оправдать. Мы стесняемся назвать грех во всей его, в кавычках, красоте и полноте, которая в нас живет. Мы думаем, может быть, о том, что священник станет хуже к нам относиться, если мы расскажем грех, как он есть. Или пытаемся замазывать свой грех какими-то посторонними деталями или вопросами. Отходим в исповеди на посторонние темы, чтобы как будто было бы полегче, чтобы меньше говорить о глубине греха, потому что это больно. А тут вроде бы не так больно. И хотим, чтобы батюшка пожалел. Выслушу пожалел, утешил. Очень много человеческого в этом. Иногда это и нужно, это очень хорошо. И действительно, есть священники очень жалостливые, открытые, доброжелательные. И одно удовольствие у них присповедоваться и так далее. Но опять же, надо сказать не удовольствие, а покаяние. А покаяние – это всегда боль. Без боли нет спасения. Без боли нет покаяния. Без боли нет прощения грехов. Поэтому, знаете, как к врачу, к хирургу мы идем. Да, мы знаем, что будет обезболивание, конечно, но все равно, это процесс болезненной операции, все равно потом обезболивание проходит и надо что-то терпеть. Так и здесь тоже. И вот тогда, когда покаяние наше бывает искренним, смелым, дерзовенным, мурственным, вот тогда верю, что все же облегчение будет наступать гораздо чаще после покаяния. И еще на Писании говорит то же самое, послание апостола Иоанна Богослова. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.